К складу фонда «Добра всем» в Покрово-Пригородном одна за другой по очереди подъезжают несколько машин с прицепами и начинается погрузка. Новогодняя поездка самая масштабная за весь год. Она доставит долгожданные подарки для бойцов на четыре разных направления. Их собирали буквально всем миром. Очень много горожан откликнулось не только из Тамбовской области, но и из Липецкой области. Нам помогли собрать новогодние подарки детям, маскировочные сетя, печи-буржуйки, завод «Комсомолец». То есть идет очень большой груз на самые разные направления. Путь не близкий, около двух с половиной тысяч километров. Нам Виктор показывает костюм Деда Мороза, да не простой, армейский. В нем он будет поздравлять бойцов и гражданское население зоны СВО. Я военный Дед Мороз, я подарки вам привез. Есть тушенка, есть масс-сети. У меня есть все на свете. В тот момент, когда мы снимали этот сюжет, к фонду подъезжали жители Тамбова, которые передавали гуманитарную помощь бойцам на фронт. Все в режиме нон-стоп. Мы производим муку, и мы частично отсылали в Белгород нашу продукцию. Там делали выпечку, и там отдавали это ребятам на СВО. Присылали в ответ фотографии, все были очень довольны, благодарны. И мы были очень довольны от того, что мы хоть как-то помогаем. Одного из бойцов ждет поистине королевский подарок. Жена ждет ребенка, но пола не знает никто из них. Волонтеры доставят ему огнетушитель, который заряжен сухой краской. Ее цвет и покажет пол малыша. Второй такой же в тот самый момент в Тамбове разрядит его беременная супруга. В этот раз волонтеры отправляют самые разнообразные посылки на фронт. Здесь пойдут маскировочные сети, печки-буржуйки, фрукты. А еще одному из бойцов отправят вот такой именной подарок. На фронте он встретит свой день рождения. В эту поездку отправятся и подарки от главы региона и одного из его заместителей. Это подарок-сюрприз, аксессуары для компьютера. Также одному из заместителей, Шуманаевой Галине Николаевне, выпало нестандартный подарок от ребенка четырех лет о том, что он хочет пожать руку президенту. Но координаторы самой акции сказали, рановато, пускай подрастет, может выберет какой-нибудь другой подарок. И поговорили с родителем, поговорили с самим ребенком, ну на расстоянии по телефону соответственно, и он выбрал машинку. На фронт отправятся три машины. Как признаются волонтеры, в этом рейсе удастся отвезти больше всего помощи нашим воинам, которые на передовую очень ждут долгожданную весточку из дома. Дмитрий Шапкин, Николай Иванов, Александр Кобзарев, Область новостей. Дмитрий Шапкин